Он один из самых ненавидимых людей в истории. Человек, который предал Иисуса Христа, и за свой поступок был проклят на все времена. Иуда Искариот. Но что если опальный апостол, которого весь мир считает негодяем номер один, таковым вовсе не является? Это невероятно, но, возможно, существует улика, которая доказывает иную версию библейских событий. 1978 год. Египет. В песках близ Каира местные крестьяне натыкаются на древний склеп. Там он находит ящик, а внутри, в кожаном переплете, загадочный манускрипт, который многие назовут самой сенсационной находкой тысячелетия. Когда ученые расшифруют документ, выяснится, что это неизвестное ранее Евангелие, а его автор – никто иной, как сам Иуда. На истлевших страницах он рассказывает свою историю. Историю, которая способна перевернуть представление о жизни и смерти Христа. Речь о том, что Иуда на самом деле якобы не предавал его, а сделал именно то, о чем просил сам Иисус. Спаситель знал, что будет распяться, и согласно тексту, ему был нужен человек, который поможет совершить предначертанное. Сенсационная улика из прошлого. Найденный в египетских песках манускрипт. Среди строк, начертанных на истлевшем папирусе, действительно, можно прочесть Евангелиум Джудас. Евангелие от Иуды, в котором утверждается, что человек, предавший Иисуса, вовсе не злодей, а его самый преданный и любимый ученик, взявший на свою душу тяжкий грех по просьбе самого Христа. Но может ли эта невероятная версия быть правдой? Неужели Иуда не предатель, а святой? А если это и так, то, выходит, его намеренно чернили? Но кому? Кому это могло быть выгодно? Или скандальные Евангелия всего лишь мистификация? Давайте разбираться. Иуда Искариот. Кто он? Оклеветанный герой? Или негодяй, которого пытаются оправдать? Кто вычеркнул из истории его Евангелие? И какие тайны древнего манускрипта открылись современным ученым? Что в реальности мог значить знаменитый поцелуй Иуды? И кому была выгодна смерть апостола-предателя? Иуда Искариот в канонической традиции безусловное олицетворение лжи, трусости и предательства. На протяжении веков именно этот образ тиражировался в произведениях искусства. На иконах, фресках и картинах знаменитых художников мы, как правило, видим угрюмую, мрачную личность с хитрым, иногда заискивающим, но чаще злым взглядом. Но откуда взялся такой зловещий образ? Обратимся к нашей главной улике – Библии. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова, Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду и Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Согласно Евангелию, Иуда – это один из двенадцати апостолов, то есть из первых призванных лично самим Господом Иисусом Христом учеников. Что касается личности Иуда, на нем не очень много говорится в самом повествовании Священного Писания, но очевидно, что, в общем-то, он был человеком первоначально вполне достойным и склонным воспринимать, слушать учения Господа Иисуса Христа и, видимо, искренне присоединился, стал одним из его учеников. Но тогда откуда у Иуды такая дурная репутация? Что мы вообще о нем знаем? Несмотря на то, что его фигура – одна из ключевых пониманий сущностей христианства, судить о ней мы можем лишь по нескольким крайне скудным отрывкам из классических Евангелий. Всего их четыре – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Из них мы узнаем, что Иуда – сын Симона, и от остальных апостолов его отличает то, что он был казначеем. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. При этом не просто носил казну, а, вероятно, оттуда еще и подворовывал. По крайней мере, евангелисты намекают, что Иуда очень любил деньги. Именно поэтому, согласно Библии, он и предал Иисуса. Пошел к первосвященникам и помог им арестовать Спасителя, за что получил 30 сребряников. Существует несколько версий, почему Иуда пошел на предательство. Но если мы обратимся к тексту Библии, то все евангелисты свидетельствуют о том, что Иуда был, можно так сказать, поражен грехом сребролюбия. Вот апостол Иоанн Богослов напрямую пишет, Иуда был вор и точка. Но вот в чем дело. В так называемом «Евангелии от Иуды» мы видим совершенно иную версию событий. «Евангелие от Иуды. Мистификация или реальность?» Проверим подлинность самого скандального библейского артефакта в истории. Что заставило Искариота предать Христа? Долг перед учителем или невероятная алчность? 30 сребряников. Много это или мало по нынешним меркам? Важнейшая улика из прошлого – труд одного из отцов церкви – Иринея Леонского. В разгромной статье под названием «Против ересей» еще во II веке н.э. святитель подвергает жесткой критике так называемые апокрифы – неканоинические тексты о жизни и учении Иисуса Христа, среди которых святитель упоминает, внимание, «Евангелие от Иуды» и жутко именуя его «вымышленным». По одной из версий, именно с подачи Иринея это сочинение и попало в разряд запрещенных и даже было сожжено по его приказу. Так или иначе, в нашем распоряжении есть доказательства того, что Евангелие от Иуды действительно существовало. Но какие тайны скрывало? Что оказалось попросту вычеркнуто из истории? Даже его начало звучит сенсационно. Тайное сообщение об откровении, которое Иисус высказал в беседе с Иудой и Скариотом в течение недели за три дня до еврейской Пасхи. Но что это за откровение? Исследователи смогли восстановить лишь часть текста, но даже то, что удалось перевести, произвело настоящий фурор. Как следует из манускрипта, своего учителя Иуда предал не из корыстных побуждений и не по собственному разумению, а Христос сам ему велел, потому что таким был замысел Божий. В этом Евангелии содержится указание о том, что Иуда уже заранее знал о крестной смерти Спасителя, крестной смерти Иисуса Христа, а другие же апостолы узнали об этом позже. Вот основной посыл этого Евангелия, он заключается в том, что Иуда, совершив предательство, он тем самым не совершил какой-то плохой поступок, а совершил свою тайную миссию, которая ему была открыта, Иисусом Христом. Выходит, акт предательства в таинственном тексте превращается в акт повиновения. Более того, переводчики обнаружили в Евангелии от Иуды и другие ранее неизвестные подробности. Ведя беседу со своим учеником перед казнью, Иисус якобы произносит, «Ты превыше всех учеников моих. Тебе надлежит пожертвовать человеком, скрывающим меня». Но почему мы не видим этих подробностей в новозаветных библейских текстах? Не потому ли, что Евангелие от Иуда не более чем изощренная мистификация? Есть ли хоть какие-то доказательства исторической достоверности найденного документа? После обнаружения в 1978 году артефакт на десятилетия сгинул в подпольном мире антиквариата. Менял владельцев, которые не придавали ему большого значения и не особенно с ним церемонились. Его хранили в банковской ячейке, сушили на солнце и даже замораживали. Только в начале 21 века новая собственница папируса Фрида Нузбергер-Чакас назвала его в честь своего отца «Кодексом Чакас» и передала в Женевский университет. На реставрацию, которая оказалась почти непосильной задачей. За годы скитаний от манускрипта почти ничего не осталось. Его страницы рассыпались более чем на тысячу фрагментов. Но как подтвердить или опровергнуть, что эти фрагменты действительно часть древней рукописи, а не искусная имитация. За консультацией мы обратились к одному из крупнейших в нашей стране специалистов по языкам Древнего Востока, известному филологу-библеисту Евгении Смагиной. Имея в наличии копии фрагментов Евангелия от Иуды, мы попросили ее приоткрыть тайну происхождения загадочного манускрипта. По его воле, кажется, тут окончание, а Иуда принял что-то вот такое он принял. Вот видите, тут дырка. Внимательно изучив текст, специалист делает вывод. Написан он на почти забытом сегодня языке коптском, языке первых египетских христиан, которые, вероятно, выполнили перевод с греческого оригинала. Но когда это было сделано? Палеографический анализ, то есть анализ текста по форме букв, показал примерно в третьем веке нашей эры. В сочетании с формами букв, с особенностями почерка, пошива, можно датировать рукопись. Вот и эти примерно так датируются. Видно, что книги ранние, у более поздних, ну, так сказать, некоторые более ярко выраженные черты. Более сложным становится почерк, буквы приобретают более вычурные формы. Вот это вот явно совершенно ранние вещи. Но что, если кто-то ради сенсации просто подделал древнюю манеру письма в более позднее время? Как это подтвердить или опровергнуть? Логично, что необходимо определить, когда был изготовлен сам папирус. В Институте географии Российской Академии наук к тайну возраста того или иного образца органического происхождения, ученым помогает раскрыть так называемый радиоуглеродный метод. Он основан на том, что каждое живое существо, будь то растение или животное, имеет свои внутренние часы. Еще из школьной программы нам известно, что все мы состоим из углерода. Растения поглощают углекислый газ и используют его для создания сложных органических молекул. Животные получают углерод, употребляя растения. Но формы углерода бывают различны. Большинство из них имеют шесть протонов и шесть нейтронов. Это углерод-12. В атмосфере под воздействием космических лучей образуется еще и углерод-14, который тоже накапливается в живом организме. Но в отличие от стабильного С-12, после смерти живого существа, со временем распадается. За пять тысяч лет это происходит примерно с половиной его атомов. Вот в тот момент, когда происходит смерть организма, новые порции не поступают, а старый, который накопился, начинает распадаться. И если мы возьмем с вами образец, например, кости животного или кости человека, из-за хранения, например, археологического, и измерим остаточную концентрацию С-14, период полураспада мы знаем, то мы можем посчитать, сколько времени прошло с момента смерти организма. Именно такой метод применили и исследователи Женевского университета, в лаборатории которого подтвердили, найденный папирус создан на рубеже третьего и четвертого столетий. Однако нашлись и те, кто не поверил в эти выводы, обвинив ученых в том, что в погоне за славой они якобы пытаются специально подогнать результаты поближе к библейским временам. Мы проведем собственный средственный эксперимент. Специалистам лаборатории радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии Института географии РАН мы предложим установить примерный возраст кусочка ткани. Он был взят из отреза мешковины. Нам известно, что изготовлена она была во второй половине 19 века. Однако от ученых мы скрыли данную информацию. По поводу куска ткани, которые мы продатировали, мы получили дату, которая дает нам после калибровки середину 19 века. Мы точно можем говорить о том, что эта ткань не была сделана в 16 веке или в 17 веке, в 18 веке. Получается, не верить результатам радиоуглеродного исследования Евангелия от Иуды тоже серьезных оснований нет. Метод более чем точен. Более того, исследователи документа установили, и чье перо могло водить по манускрипту, созданному почти 2000 лет назад. Иуда Искариот. Кто он? Негодяй или послушный ученик? Что подвигло его на предательство? Долг перед учителем или неутолимая жажда денег? 30 сребреников. Много это или мало по нынешним меркам? И что в реальности мог значить знаменитый поцелуй Иуды? В 1945 году неподалеку от Луксора один египетский крестьянин наткнулся на запечатанный глиняный кувшин, разбив который, он обнаружил 13 завернутых в кожу папирусов. В историю они войдут как библиотека на Кхамаде, уникальное собрание апокрифов, в частности, Евангелия разных святых. Сравнив эти тексты с найденной позже копией Евангелия набравшие силы между первым и четвертым веками. Его последователи опирались на мистические верования, считая, что человеческое тело это тюрьма. Так что смерть Иисуса была для них лишь освобождением его души, а Иуда в этом случае описывался не как предатель, а как человек, который помог к учителю совершить это освобождение. У этих раннехристианских школ, которые мы обобщены именуем гностическими, была такая тенденция. Во-первых, толковать библейские тексты, так сказать, с точностью да наоборот. Главное, что Иуда делал это все, то есть предательство и все по, так сказать, по воле Иисуса. То есть Иисус должен был подняться на крест, чтобы спасти человечество, и он дал такое задание Иуде, Иуда исполнил все, что от него требовалось. Сегодня мало кто сомневается, что на заре христианства существовало вовсе не четыре, а десятки Евангелий, предлагавших разные и порой противоположные трактовки событий о жизни и смерти Иисуса Христа. Одной из таких версий, вероятно, было и Евангелие от Иуды. Но что, если гностики были правы и предатель номер один действительно должен быть реабилитирован в глазах человечества? Это текст, который родился из приспособления языческого, эллинистического гностицизма в Египте к возникшей уже христианской традиции. Нужно как-то было предать ей какой-то смысл. Поэтому персонажи заимствуются из Евангелия. Там есть Иисус, есть апостолы. Какие-то апостолы предстают какими-то там дурачками или недоумками, которые не поняли Иисуса. А Иуда это единственный понявший на самом деле содержатель на учении Иисуса. Для отцов раннего христианства, в том числе Ирине Леонского, такая трактовка библейских событий вероятно была более чем неприемлемой, потому что лидеры церкви так отчаянно боролись с гностиками, их идеями и текстами. Давайте вновь обратимся к нашей главной улике Новому Завету. Интересно, что разные Евангелии описывают Иуду по-разному. Если в самом раннем из них от апостола Марка какими-то особенными ужасными качествами он не наделяется, да и вообще упоминается крайне редко, то в наиболее позднем от Иоанна предстает воплощением зла. И вот цитата. Вошел в него сатана. Но почему апостолы так по-разному рассказывают историю Иуда? И по какой причине его образ становится зловещим? Чтобы ответить на эти вопросы, для начала обратимся к личности самого Иуды. Само имя его Иуда из Кариот это по всей видимости обозначение места его происхождения. Кариот или Кириаф, допустим, если в гречесном произношении говорить, это либо небольшой городок, либо окраина какого-то города, может быть, даже окраина Иерусалима. Во всяком случае, Иуда происходил из Иудеи, то есть от области вокруг Иерусалима, в то время как остальные апостолы и сам Господь Иисус Христос были из Галилеи, с северной части. Именно в происхождении Иуды, по мнению многих богословов, и следует искать причины такого отношения к нему официальной церкви. Между жителями Иудеи и Галилеи на протяжении веков царила вражда. Первые считали вторых невеждами в законе Моисеевой религии и отвергали их как соплеменников. Иудеи же не могли признать факта пришествия Мессии из территории Галилеи. Пока иудеи и первые христиане бывали в языческом окружении, им было против кого дружить, они более или менее держались вместе. Как только вот когда христианство становилось господствующей религией или государственной религией, вот тут начинались уже более острые конфликты. Дело могло доходить даже до кровавых сваток. Отсюда и предположение, что автором Нового Завета нужен был отрицательный персонаж из Иудеев. Таким персонажем и был выбран Иуда Искариот. Как неужели история его предательства это история великого обмана? Вновь обратимся к Новому Завету. На его страницах Иисус не раз говорит «Сын человеческий будет предан распят, но после смерти на третий день воскреснет». Согласно Евангелию от Иуды единственным кто смог бы исполнить пророчество был его главный герой. Вот какие слова Христа якобы обращенные к Иуде прочитали исследователи древнего папируса. «Отойди от других и я тебе поведаю тайны царства. Ты можешь их постичь, но будешь много скорбеть». А может быть таким образом Спаситель намекал Иуде о его важной миссии. Вот цитата из Нового Завета. «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Тот, кому я обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. Сказал ему, что делаешь, делай скорее». Если ранее из канонических текстов было не совсем понятно, почему на тайной вечере вдруг вообще речь зашла о предательстве, то с найденным Евангелием от Иуды картина становится полной, будто бы вставлен недостающий пазл. «Поцелуй Иуды» – библейский сюжет, ставший символом гадкого предательства и высшего коварства. Согласно Новому Завету, Иуда привел римскую стражу в Гефсиманский сад, где и находился Спаситель, и сказал, «Тот, кого он поцелует, есть Иисус». При этом, преподая к нему губами, Иуда, согласно Евангелию от Матфея, произнес «Радуйся». Но чему должен был радоваться Спаситель? По мнению части следователей, именно эта реплика – доказательство невиновности опального апостола. Ведь Иисус не только знал о предательстве, но и сам просил Иуду его совершить. По крайней мере, так говорится в непризнанном Евангелии. Но как это понимать? Так что же на самом деле подвигло Иуду на предательство? Каковы его истинные мотивы? Одна из версий рисует апостола пламенным борцом за освобождение Иудеи от власти римлян. Он очень рассчитывал на то, что Христос станет царем. И вот когда он понял, что проповедь Иисуса Христа представляет собой не какой-то политический манифест, он не политический вождь, который поведет Израиля к освобождению, он не хочет забросить власть оккупантов, а призывает людей ко спасению в Царстве Небесном, очевидно, здесь дорога Иуды с дорогой апостолов разошлась. Постепенно и далеко не сразу Иуда стал иметь другие мысли. Он склонился к этому предателю. Но большинство исследователей Библии не сомневаются, главный мотив предательства Иуда нужно искать прежде всего в деньгах. Традиционно принято считать, что они стали идолом, средоточием жизни коростолюбивого апостола. К примеру, в эпизоде помазания Иисуса освященным ароматическим маслом миром Иуда противясь транжирству ценного благовония заявляет, что было бы лучше продать его, а вырученные деньги раздать нищим. Благородно? Похоже. Но евангелист Иоанн усматривает здесь совершенно другую причину. Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Если верить описанному в Новом Завете образу Иуды, вполне закономерными кажутся его дальнейшие действия. Пропитавшись алчностью, он стал настолько зависим от денег, что буквально продал спасителей его врагам. Звучит вполне логично, но смущают некоторые детали его биографии. Родом он из богатой семьи, а значит и сам был вполне обеспеченным человеком. Мы можем делать такой вывод, исходя из общего среза жителей израильских территорий того времени, потому что центр Израиля, центр религиозной интеллектуальной жизни Израиля был Иерусалим. Он находился в Иудее. И поэтому жители Иудеи, они считали себя как бы жителями столичного региона, а других воспринимали как неких деревенских жителей. И жители Иудеи были в принципе богаче, чем жители других территорий Израиля. Поэтому можем сделать вывод, что и семья Иуды по сравнению с семьями других апостолов была тоже более богаче. 30 серебряников самый известный символ неправедных денег. Плата, которую Иуда получил от первосвященников за предательство своего учителя. Но если поверить версию о том, что Иуда был родом из обеспеченной семьи, то выходит, что деньги ему были просто не нужны. Более того, согласно Библии в общине Христа именно он выполнял роль казначея. Если бы и правда был таким коростолюбивым, то мог бы просто воровать монеты из общей копилки. Однако Иисус и апостолы по какой-то причине ему доверяли. Отсюда опять же возникает вопрос. Мог ли представитель знатной семьи, человек при деньгах, совершить страшный грех за какие-то 30 серебряников? Для начала давайте выясним, насколько существенной была та сумма в первом веке нашей эры. 30 серебряников это много или мало? Чаще всего древние иудейские деньги отождествляются с так называемыми тирскими шекелями, монетами, которые на рубеже нашей эры чеканили в городе Тир. Учитывая их отсутствие на современном рынке, попробуем провести сравнение, исходя из содержания в монетах драгоценного металла. Известно, что шекель библейских времен весил порядка 14 граммов, а значит общий вес 30 монет составляет 420 граммов. Сегодня по курсу Центробанка в России за 1 грамм серебра дают 60 рублей. Получается стоимость серебряников в наши дни составила бы 25200 рублей. Не густо, учитывая тяжесть преступления, на которые пошел Иуда. Смотря какие это были серебряники, дело в том, что в Евангелиях они немножко по-разному названы. В одном Евангелии говорится об оболах, а обол это небольшая монета. А вот о других о серебряниках можно подумать, что это какая-то сумма более крупная, может быть, о динариях. На самом деле вопрос остается. Во всяком случае, это не такая большая сумма, чтобы ради нее, ну, допустим, там, в пересчете на наши деньги, там, несколько десятков тысяч рублей, ну, не такая большая сумма, чтобы из-за нее стоило, так сказать, там, что-то предпринимать какие-то опасные действия или предавать. Есть, впрочем, и иной вариант подсчета, который учитывает не вес монет, а самый важный фактор их покупательную способность. Но как ее вычислить? Историческая справка. В новозаветные времена в качестве налога на строительство храма с еврейского мужчины старше 20 лет взималась половина тирского шекеля. Считалось, что пошлина была небольшой, поскольку приравнивалась к двухдневной оплате труда. А значит, целый шекель к четырехдневной. Следовательно, 30 монет жители Иерусалима могли получить за 120 дней. Осталось выразить все это в современных деньгах. По данным Центрального бюро статистики Израиля, в 2019 году граждане еврейского государства в среднем зарабатывали 480 шекелей в день. Если 30 серебряников 120 дней, то получаем 57 600 шекелей. Переводим их в российскую валюту, выходит больше миллиона трехсот тысяч рублей. Вполне внушительная сумма. Если представить, что сделка состоялась бы в наши дни, то на эти деньги Иуда мог бы приобрести поддержанную иномарку. О покупательной способности 30 серебряников говорит и тот факт, что на них был приобретен участок земли под кладбище рядом со столицей Иудеи Иерусалим. Только вот как мы узнаем из Библии, сделали это первосвященники, которым Иуда вернул кровавые деньги. Он чувствует после совершенного злодеянина, который он решился, страшной муки совести, но не может пользоваться этими деньгами, он понимает, что они буквально жгут ему руки. Он тут же возвращает эти деньги в тот же день во время распятия, кидает на пол даже перед первосвященниками, говорил, согрешил я, передав кровь неповинную. Как умер Иуда? Казалось бы, ответ очевиден. Он повесился, но на поверку все не так однозначно. Что говорят источники? А их всего два, Евангелие от Матфея и Деяние апостолов. Согласно первому, Иуда покончил с собой, не выдержав тяжкого бремени предательства от осознания того, что он сделал. Однако, в Деяниях нет ни слова о повешении, а говорится лишь о том, что Иуда внезапно упал замертво. И что еще более странно, что после падения из его тела выпали внутренности. Мало того, в следующем стихе рассказывается, что весть о необычной смерти Иуды разнеслась по всему Иерусалиму. Так может быть, это было вовсе не самоубийство? Точка зрения, что это был не суицид, а спланированное убийство существует примерно столько же, сколько существует сам Новый Завет. Но почему? Для начала попытаемся понять, кому была выгодна смерть предателя. На первый взгляд, явными подозреваемыми становятся другие апостолы. Ведь из-за Иуда на плаху отправили их любимого учителя Христа. Вдруг кто-то из его ближайших последователей впал в гнев и решил отомстить. Но возможно ли такое в принципе? Давайте рассудим, кто мог его убить. Апостолы, ученики спасителя за предательство. Но мы видим, Господь запрещает это. И это совершенно не соответствует духу христианской любви. Собственно, даже защищаться Господь апостолу Петру запретил, велел ему вложить меч в ножны. Тем более, мстить Господь никому не разрешал. И апостолы, конечно, должны были это усвоить. У знатоков Библии есть и другое предположение. Мотивом для устранения Иуда могла быть вовсе не месть. И убийц следует искать не среди друзей спасителя, а среди его врагов. Знаете, в первую очередь это было бы выгодно первосвященникам. Потому что первосвященники, дав Иуде 30 серебряников, рассчитывали на предательство. Иуда его совершил. И потом Иуда отдал эти 30 серебряников. И вот у них мог возникнуть страх, что Иуда расскажет всем, кто же пролоббировал арест Иисуса Христа и потом крестную казнь. И поэтому они теоретически могли бы убить Иуду. Но мы не имеем никаких подтверждений. С другой стороны, большинство исследователей уверены, заметать следы первосвященникам было незачем. Процесс над Иисусом был официальным, как и вознаграждение за его предательство. С Иудой они были в расчете, дело сделано, гонорар заплачен. Но тогда откуда в библейских текстах взялась эта яркая и вполне конкретная деталь? И когда незринулся, рассеялось чрево его и выпали все внутренности его. проверим, что после падения с высоты в несколько метров произойдет с человеческой плотью. В нашем случае ее роль будет выполнять застывший раствор желатина. Мы используем желатин как основу для приготовления макета человеческого тела, вернее, части человеческого тела с той целью, что можно подобрать теоретически, по крайней мере, такие характеристики желатина, которые будут по своей прочности, если не близки, то по крайней мере сопоставимы с прочностью передней брюшной стенки человека. Желатин остался цел. В ходе человеческое плоть тоже выдержала бы падение. По словам судмедэкспертов, все не так однозначно. Оказалось, мы не учли один очень важный момент. Сколько тела провисело на дереве, а следовательно и его состояние? Там температура была около 30 градусов, это жарко. Помните о сводке, если посмотрите в тот период времени, в котором происходило повешение Иуды. Далее труп находился на открытом воздухе. Все, что это ускоряло процессы гниения. Кожа начинает уплотняться, истончаться, и сероводород распирает внутренние органы и брюшную полость. Поэтому человек в принципе, как и описано в литературе в старой, может упасть с какой-то определенной высоты и произойти разрыв передней брюшной стенки из-за того, что тело вздуто сероводородом. И внутренние органы могут вывалиться из брюшной полости. Выходит, Иуда все же мог покончить с собой. А наука в очередной раз подтвердила испытание на правдивость священное Писание вполне выдерживает. Но как же быть с альтернативным Евангелем от Иуды? Можем ли мы доверять такому источнику? Абсолютно однозначного ответа на этот вопрос нет. Хотя бы потому, что сам Иуда, наложивший на себя руки, сразу после предательства написать его никак не мог. При этом большинство богословов и представителей церкви все же непримиримы. Подобные апокрифы, по сути, вторичные тексты-паразиты, построенные на сознательном искажении смысла в Библии. В Евангелии нет ничего тайного в настоящем каноническом Евангелии. А в Евангелии гностической всегда какая-то такая тайна, которую точно все не знают. И вот, например, Евангелие от Иуды. То есть апостолы предлагают какое-то учение такое простое для дурачков. И, как правило, у гностиков христиане предстают себя такими простыми людьми, дурачками, которые ничего не понимают на самом деле. Но мы-то знаем тайное учение, которое мы получили либо от Иуды, либо от Марии Магдалины, либо еще от кого-то, которое известно не всем, но нам-то точно. Вот. Если хотите знать это тайное учение, вступайте в нашу секту, мы вам много еще интересного расскажем. Так кем же в таком случае был сам Иуда? Предателем или праведником? Размышлять и спорить на этот счет человечество наверняка будет еще не одно столетие. Но прежде чем делать вывод, на наш взгляд необходимо учитывать как минимум две вещи. Первое. Иуда покончил с собой. Не это ли реальное доказательство того, что он раскаялся? Следовательно, гнусный поступок с его стороны был. И второе, и самое важное, схвачен и распят ли был Христос без участия Иуды? В этом нет сомнений. Ведь враги Иисуса хорошо знали его в лицо и решили убить задолго до того, как к ним пришел Искариот. А значит, его предательство было не исполнением чьей-то просьбы или пророчества, а личным выбором. В наши дни Евангелие от Иуды превратилось в международный бестселлер. Оно переведено на несколько десятков языков, включая и русский. И такая популярность понятна. Древний текст наполнен тайнами и загадками расшифровать который ученые пытаются до сих пор. Но способен ли скандальный манускрипт каким-то образом перевернуть взгляд человечества на библейские события? Как показало наше расследование вряд ли. Но стоит ли тогда вообще изучать непризнанные церковью апокрифы? На мой взгляд, да. чтобы лучше понять в каком бурлящем котле фактов и мифов когда-то зарождалась религия под названием христианство. А с вами была программа «Улика из прошлого». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин